горячий привет с вами рубрика best replay сайт goodgame.ru и ваш покорный слуга комментатор олег бонюр денисов а также наш невидимый звука и видео режиссер аспирант который в общем монтирует все это удовольствие какой там у нас 39 выпуск да на очереди подходит вот-вот мы начнем смотреть следующий реплей ну а перед этим по традиции передаем привет поддержавшим выход этого серии sims good 30 33 рубля перевел это действительно кажется очень неплохо привет из казахстана обожаю ваши реплеи считаю их настоящими шахматными партиями с крутым комментатором у которого есть чувство юмора вообще юмора шахматы наверное вещи не очень совместимые но спасибо большое и если можно больше наркоманских реплеев пожалуйста а так базар жёг родной не знаю когда переводится с казахского но звучит скорее как угроза совсем большая кстати сейчас вам мы дадим наркоманов еще тех прям вот совсем таких отбитых законченных сик-сак-сикс 200 рублей привел я здесь мы тоже тут перекличка закончена за альянс 1111 рублей закинул спасибо всей команде goodgame все не надо достаточно поблагодарить нас двоих майкер 100 рублей закинул ничего себе слушайте ну бобра видимо начались какие-то роскошные времена учитывая его феноменальные донаты судя по всему все таки по забурел бизнес процветает в общем завидуем его всем селом где реплей с моих фуфа бонич беспредел какой-то пишет нам бобер ну я думаю что за сотку мы вряд ли вряд ли начнем обозревать твои реплеи вот если еще подкинешь подкинешь и рублей 400 тогда может быть рассмотрим сам понимаешь твои реплеи они наполнены таким мега скиллом которые в нашу рубрику никак не влезает николай сатаев 39 рублей закинул и промолчал в общем скромный парень все друзья это все поддержавшие на эту минуту мы приступаем к обзору next серия рубрики best replays погнали итак два каких-то ну баса дилетанта встретились на карте twisted meadows хау кошк против лицу лиц лю цайфера не знаю наркоманы скорее всего посмотрим что они нам тут наиграют после предыдущий великолепной просто венца профессионализма великолепной игры я считаю что на всех остальных смотреть будет просто скучно но вот хав пока старается строить power build амалтарь представляете где-то посмотрел что можно power крепится и пытается повторить но для этого же нужен микроконтроль вон у него рабочую ферму достроил и стоит на месте ай-яй-яй-яй прежде чем power build но потренируйся ты потренируйся с компьютером среднем попробуй его обыграть но хавк не теряет присутствие духа заказывает бородатого деда ушастого несчастный с такими ушами в школе не выжить было поэтому он сразу родился дедушкой сразу дедушкой и в школу не ходил безграмотный но зато в наследство получил коня и посох видимо от деда мороза скорее всего это внук деда мороза да и не коня того все там в какой-то метис что-то среднее между оленем и лось им но зато добрый добрый вот чего не скажешь что не скажешь вызывает ну в этом такой водопроводчик постоянно решает проблемы с водой как только требуется немножко водички он всегда готов вызвать элементаре а по там смотрите какой злобный с зашитым ртом но это просто какой-то год я не знаю что это за фриказоид тоже дредлорд повелитель сна ну как раз для дедушки идеально будет потому что старые люди как правило страдают бессонницей ночью днем то они спят а вот ночью начинает дерзать своих домашних поставлены походами в туалет или еще куда и вот специально чтобы решить дедушкины проблемы люцифер решил вызвать подкрепу в виде дредлорда до год что мы знаем о годах а по никаких дедушек посмотрите что творится ой смысле дедушка то будет я имею ввиду никаких дредлордов люцифер передумал и решил развлечь деду с медведями что-то слышал про то что дед дед архимага был дедушкой сам санта-клаус и в общем почему-то посчитал что раз оленей нет но хотя бы медведя ему ручного подарю плюшевого но знаете очень активно прокачивает медведя чтобы этот плюшевый медведь и по совместительству собутыльник нашего архимага на будущее мог бы соответствовать его уровня сейчас значительно увеличивает стоимость плюшевого медведя чем он будет больше опыт не тем конечно дороже и тем приятнее будет подарок весомий так ну ладно давайте теперь попробуем что-то серьезно понять из происходящего на карте люцифер сидит на тир-1 войска вступили в бой заказал планду и куда-то выдвинулся гулями сейчас хавку ну агрессивно качает архимага до 3 левела в попытках в попытках получить вторых элемов купил сапоги неплохой девайс нет конечно не самый лучший девайс который мог бы выпасть архимагу а хавк будет ставить ничку вот есть пуш с архимагом fast fast push 3 левела но это не про андеда история так обычно поступают с орками или лезут на хуманов можем тельца можно подзастроить но не не андеда и хавк решает реализовать свое право на экспант ну такой стандартный маневр хуманов в борьбе с андедами и панда получает великолепные девайсы два цирклета и самое главное манти ученого но медведь практически уже понимаете выучил даже несколько слов на поле и танцует по сигналу как собака павлова то есть это уже очень умный медведь и медведь бежит на разы да все правильно ведь он очень умный он уже понимает где можно поживиться метком винни-пух прибежал в гости к кристоферу робину пчел не увидел зато увидел пятерых пасечников но ему и узнать а он пока не определился он вегетарианец или он хищник может и ганнибальством легко промышлять ну вот минус половину пасеки сделал злобный медведь как теперь разводить пчел как теперь добывать мед непонятно о гулька выучил смотрите рюкзак цирклетку третью несет для медведя это какой-то медведь в бусах медведь в диадемах сразу видно что скорее всего поблизости где-то ювелирный магазин был возле войска места его покупки мой 3 левела ника пьяный кулак знал я одного мику он пел релакс стеки ризе но видимо это его зверюшка ручная тот мига тоже вряд ли был трезвым потому что во первых обладателям такого голоса невозможно ходить по улице в адекватном состоянии а во вторых ну как то понимаете когда вам бьют по яйцам а по голосу сразу понятно что микки ударили по яйцам раз 200 подряд ну конечно хочется забыться в алкогольном угаре попытка окружить деда дед по-прежнему вызывает водопады ну что это будет пуш с пандой фанда против хумена неплохой вариант панда против всех неплохой вариант но против хумена вдвойне неплохой потому что рабочие не защищены их можно сдувать можно дирижабуль купить от панда замахнулась было чтобы вдохнуть новый виток жизни в рабочих но в этот момент у нее кончилась мана остается 5 ман и сейчас можно еще подбежать все таки решает конечно мантия ученого его там у дыхания прекрасное там полно рабочих уже перебил люцифер уже ни одного не осталось вышка уже перенацеливать на скелета хавк потому что понимает что панде уже нечего выжигать он ее же татуировку выжиг этой вышкой не то что ману так 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 это что за бейт железал некромантии с гулей передает это что за прикол то есть что я знаю фишку в 2 на 2 передавать друг другу железал некромантии которая обнуляется но то что панда может с гулей так обмениваться я первый раз вижу от люцифер затейник конечно что очень изобретательный молодой человек находчивость зашкаливает буквально так а сами пойдет fast destroyer of сразу понятно ну конечно не fast потому что с нейтральным героем он немножко поменял свой билд панда хромает как-то видели он она бежит и немножко припадает на одну ногу очень странно может быть конь наступил на лапу я не знаю так вот прям мега быстрых destroyer of не будет но учитывая что поры и дыхание добрый вечер учитывая что люцифер поубивал там хавку приличное количество рабочих и оттянул окупаемость нычки соответственно оттянул ее нормальное раскачивание он естественно дал себе небольшой люфт по времени для того чтобы эти destroyer и по-прежнему были актуальны так что все что сейчас хавку предстоит все что его ожидает это утомительная оборона разводы и масс вышек я думаю что хавку же превентивно должен начинать отстраивать башни купить резака ну и надеяться что медведь не получит пятый левел или в бой крайне мере в ближайшей обозримой перспективе кстати отменили бойнюю люциферу но он вообще на этот счет не переживает архимаг недоконтролил позволил панде разочек дотянуться посохом по кумполу лошади съездил лошадь видите от страха побежала куда глаза глядят хотел сказать ноги лошади бросились в рассыпную панда приходит еще одно дыхание ну во первых панда битая во вторых у панда нет маны я не знаю приходить на expansion для того чтобы нанести одно разящее дыхание по двум рабочим это мне кажется похоже на потерю времени давить банки ману панды с собой нет но маны довольно много потенциально очень многообещающая панда этот медведь дыханием может то знаете как вот бродяга где-нибудь на вокзале дыханием может людей буквально с ног сбивать так и это панда очень большие у нее очень большой потенциал один рабочий я видел халявит с бревном стоит не знаю куда его нести неопытный это видимо стажер пришел к ратуши и встал не понимает куда засовывать бревно где окошко у этого у этого макавта так панда в очередной раз дышит в лима и архимага и топовым в архимага не попало ну и пошлите строеры сколько денег нет сколько денег у хавка нас мало интересует хотя я бы конечно хотел узнать может налоговую на него натравить но меня больше интересует сколько у хавка леса сожалению налоговая не может узнать сколько у человека может быть леса а вот в игре конечно хотелось бы это понять потому что от данного параметра будет зависеть сможет ли хавку выдержать атаку дестройеров кормим панду она уже наелась эвкалипта почти на 5 левел кратный дестройеров завершён в общем опа понимает что сейчас предстоит и чем обернется следующая часть игры для обеих сторон да 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 вот хавк это прекрасно осознает обратите внимание как он прекрасно застраивает базу вышками вышки которые ставятся на отдалении друг от друга для того чтобы дестрой раз сплэшем их не задели вот это неприятный момент потому что эти футмены должны были жить жить не тужить и прийти на мэйн к андеду в момент атаки на хумана но футмены не дожили не все точнее а те которые все-таки дотянут до атаки на андетский мэйн они уже настолько избитые израненные кровоточащие что вызовет лишь смех у гулей и у скелетов или кто там еще на мои него как а литы будут смеяться точную хвататься за свои животики так она зикурат дерзкая и 5 левел вкачиваем правильно люцифер все верно что выпало что выпало флета меткости чушь полная честно но взял конечно чем дестройером хотя нет нет подождите все таки ауди строя of магическая атака но они все равно пирсинг юнит то есть она должна действовать на десторов почти фуловая по мане панда 5-6 дестройеров с маной и не угадал здесь люцифер куда идти он то конечно наивный пошел на мэйн рассчитывая что его то хавки забыл укрепить но хавк все просчитал и понял что и точнее не понял а во-первых лесоруб не нашел дверь на базу хуманскую а во-вторых хавк именно мэйн по моему укрепил избыточно но правда атака с одной стороны уже минус две вышки люцифер грамотно распределяет армию так чтобы не ой как больно то ё-моё но вышли все таки база выстояла мк выходит не знаю стоит его вообще заказывать в такой ситуации или нужно все деньги ну ты же уже не покачаешься подсказывает капитан очевидность и подсказывает здравый смысл бросать первым молотком в пятую панду так себе идея панду еще и арба посмотрите она сейчас реально сама наваляет гораздо быстрее бедный маутен кинга есть я жезл есть дирижабль но дирижабль может не улететь все таки птички-то злые упадут да вот собственно подтверждение моих слов заказывать маутен кинга не стоило но игра попала в best replace пока что все выглядит крайне депрессивно для хавка но он каким-то макаром должен отковыряться хотя сейчас ситуация безнадежная практически для хумана панда раскачана destroyer летят и почти пробрили main с грейдом на tier 3 производящимся соответственно все это придется отменять и останется если отменят main то останется нычка на нычку хавка поэтому отвлекает как как может и destroyer подрезал все таки панда это здорово но в отсутствие дк вот вот андеду я бы рекомендовал все такие вот прямо сейчас нанять второго дк поскольку во первых панда уже в общем качать дальше некуда между пятой и шестой пандой безусловно пропасть в кпд но 5 панде 5 5 панды будет вполне валидно для того чтобы объяснить хавку почему фунт изюма а вот дк здесь даже с первым кайлом очень не хватает очень атака на main архимаг попытался еще фаерболом стрелить destroyer какой-то кровожадный дед я его описывал как добряка сущего он тут лютует вообще по полной программе свирепствует дед судя по всему пенсию не выплатили ему может быть пенсия слишком мало это вот такой стандартный российский пенсионер который вынужден войска вступили взбираться на лошадь и добывать еду себе сам самостоятельно поскольку пенсионный фонд его явно ничем обеспечивать не собирается старость не старость садись на лошадь и добывай себе еду сам вот он видимо увидел в destroyer большого жирного дрозда которого хотел пожарить на обед там и внук тоже ведь нахлебник mountain king который ничего не делает просто ест лишний лимит вступили в бой объедает дедов ну да пятая панда это минус вышки рано или поздно в любом случае mountain king этот нахлебник он реально просто бесполезное создание ну это русский warcraft решение хавка соответствует уровню развития русской про сцены ну конечно я бы сам не выдержал и трех минут с люцифером но мы же говорим о про уровне понимая что на вертолет у него не хватит ни времени силы ничего то еще хавк бросается в хавков хавк строит хавков что это очень логично пада мимо но меткий удар точнее ударов плевок сверху destroyer снова заставил снова заставил то дармоеда mountain king идти в алтаре и прохлаждаться там обидно минус дестор минвал 4 вышки гораздо больше пользы принесли хавку чем этот mountain king тоже 3 десторов они жахнули что не может не радовать час 4 упадет а ну а с другой стороны база то нет и сейчас будем играть экспант в экспорт точнее ну да нычка в нычку но не хватает здесь конечно дед найта потому что хили destroyer of это это важно в такой конфигурации ну ладно ничего ничего едут еще две телеги хавк призвал на помощь хавков и хавки я вспоминаю знаменитую поговорку ехал путин через реку видит путин в реке путин 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 вот примерно то же самое хавк нанял себе хавков хавки хавка выручают хавки хавки хавков хавки алхимик я долго смотрел на этого персонажа и думал на какой я патч сейчас наблюдаю в патче 129 это конечно великолепное решение но на кой хрен алхимик нужен здесь я не знаю люциферу виднее алхимик видимо убедил панду что он младший брат дк и тоже может бросать кайлы он может конечно хилять destroyer of но это еще не тот алхимик усовершенствованный модернизированный который или только своих он вообще всех лечит в химик пацифист а вот и зачем его взял ты бросаешь осидку что за лалка промах панда 6 там кстати стала а ее и улала панда 6 ну короче у меня для хавка плохие новости вся его стратегия потерпела фиаско ну потому что в итоге экспант он конечно поставил но потерял мейн со всеми грейдами это это сокрушительный удар по экономике хумана я не знаю как он переживет все потрясения в общем крушение крушение титаника но зато три курятника стоит 4 хавка 5 за монитором сидит 5 хавков на шестую панду что-то мне подсказывает результат этого столкновения довольно предопределен но хавк он ведь представляет русскую школу варкрафта поэтому он как сильный компьютер он не будет сдаваться ни при каких условиях не терять присутствие духа оптимистичного настроения и идет крепить наконец этого тунеядца этого гедониста м.к. который естественно не выученный школяр пока не получит университетского образования пока не наберется опыта молотки нормальные кидать не сможет это еще не кузнец ребят это кузнечик и панда гнет ему колени в обратную сторону минус 2 хавка хавк хавков потерял хавк телепортнулся почитайте сколько раз за игру я произнесу слово хавк и получите премиум аккаунт на его трансляцию минус жирный третьего левела алхимик минвал то есть это мог бы быть уже 3 д.к. и вообще до свидания я понимаю конечно что д.к. не лечат панду все такое но д.к. дает ауру региан оригена и самое главное хиляет destroyer хиляет лучше чем я уроки в школе не знаю довольно спорное решение он еще вот он вообще не не лечит парами ведь он он взял рейдж и осидку типа такая фокусящая армия улице ферн 6 толстых жирных ворон и осидка в общем ггвп просто ничего не сделать ну с таким успехом можно было тинкера с ракетами братья не знаю кого угодно dark рейнджерку нагу петворда ну ладно алхимик здорово вы знаете до патча 129 это был не часто гость в играх только майкером играл свои сочные зрелищные ffa иногда и то есть он случайно попадался так но андет приступает уже к реализации второй части плана она очень похожа на первую разница лишь в геолокации 5 destroyer of надо вообще люциферу задуматься о нычке только я это сказал как заметил там вот где-то около кстати говоря хавковского expansion на на месте которое недавно совсем было заселено ни в чем не повинными крипами но они не успели купить себе паспорта и в общем пали жертвой дерзкой атаки а вот это а вот это тоже фигня полная на самом деле ну что мы заткнешь ты панель на три сколько четыре секунды не дыхнет она дыхнет она на три-четыре секунды позже это ничего не решит ну безусловно девайс приятно мк там все на силу мк уже 1250 хп 2 левела у него уже почти 1300 хп это довольно толстый джентльмен ну как и положено сиборит он ни хрена не делал и растолстел откормлены искали в бой так а что архимага непонятно тут пока фермы убиваем ну и люцифер не знаю конечно с одной стороны геолокация нычки место расположения нычки андеда очень неудачная прям под носом у хумана с другой стороны действует психологический фактор это прием уже давно известный место которое закрепил противник он туда уже вряд ли пойдет просто так психологически туда идти не хочется хочется проверять какие-то другие точки и вряд ли хавка будет эту это место чекать ближайшее время соответственно экспант успеет ну во первых успеет окупиться во вторых его можно забить задевать довольно внушительно и продуктивно и вот как бы подтверждая подтверждая то что я в варкрафте не шарю совершенно хавк тут же приходит на этот экспант я не знаю как он его обнаружил но видимо хавк знает об этом психологическом приеме и решил проверить на всякий случай но здесь нет шансов у хавков если у панда есть мана там по-моему она под сайлинцем под сайлинцем сейчас у там оситка рейдж алхимик тоже по воздуху бьет дай боже и сейчас дыхание будет сегодня да вот она там панду кстати уже успели затыкать довольно значительно но мне кажется в этой битве мк не сдобровать скорее алхимик destroyer мк бежит во своясь а конь коня забыл что же ты творишь деда чуть не оставил на растерзание понимаете это какой-то очень очень ветреный внук так вот просто взял деда оставил в какой-то драки в баре пьян с пьяными мужиками безответственность полная вообще и безалаберность но панде нужно подумать о какой-то защите потому что мк все-таки уже 3 это это не первый тебе мкс со слабеньким молоточком детским пластмассовым тут уже летит нормальный такой нормальный такой молоток сразу же саленс в панду панда покупает смысле не покупает а пришла баньши наложила на панду а мша но физдамаг она все равно получает и минус панда и минус конь одновременно и остается алхимик на мк алхимик такой довольно лютый парень у него и речи есть и осетка поэтому черт я тут все-таки поставил на него так это уж совсем другое дело ну хавка все молодец терпение труд все перед тут там у нас скоро будет демка кончаться надо как-то подсобраться но улице фера еще один экспорт из ухавка сейчас закончится main у него нет технологий и соответственно улице фера идет экономический экономический поток очень жесткий сколько у него денег даже представить сложно он может панду выкупить в таверне по сути купите инвулы очень здорово помогают баньши потому что это time shine не за диспейлишь то есть он впитывает магический урон и это отличное тактическое решение от дьявола или диабло так алхимик получает болт кида это ситку и дальше ничего ну не знаю мне кажется пока не стоит люциферу прям так лезть в драку я хоть конечно все преимущество полностью на его стороне он доминирует на карте он владеет полностью ситуацией но главное не зазнаваться минус дестор ну 4 на 4 я бы на а аута ситка конечно поможет еще минус хавки лично минус ну армор мк тут на патруле ждет когда подбежит алхимик но алхимик грамотно держит дистанцию минус в общем здесь разменялся в плюс андет не по-санчесовски а вот реально в плюс ну и два экспанда работающих улице фера кстати закончился у него мэйн то есть он считать он сейчас играет с нычкой а у хавка косарь голды но тут понятно кто победит это одна из тех игр в которой не вас в результате которой невозможно ошибиться исход предопределен хав конечно героически тут охотился за пандой даже убил ее не скажу что мк полностью реабилитировался но тем не менее а ситка рейдж гестры голем чей голем голем это судя по всему люциферовский эх в общем кинул слоу на хавка ну не на того хавка кинул слова подумаешь фокус по алхимику алхимик почитает ретироваться но скоро там панда выйдет ё-моё дядя люцифера панда выйдет попить вынесет вот она вышла панда бежит бежит веселая задорная все у нее прекрасно свиток зверя еще где-то подмотала под амша а алхимик получает люлей тетя панда а меня дедушка обижает ну и все панда начинает отрываться ты продал химику умрет да 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 он обречет долетит задача этого петуха просто убить алхимика но он там регенит хп же 26 хп и не хватает ё-моё и под рейджем уходит лол да я вот от этого можно расстроиться один хавка не застрелила химика и расстроил другого хавка очень сильно понимаете мк там уже весь измордованный растерзанный молоток паник борода запуталась ну гг конечно он сейчас знаете когда гг наступит вот он прямо сейчас идет разведывать если он случайно забредет на этот экспант хав там сейчас полон надежд смыть там нычку куда выстраивать себе и тут ой ёпс тудэй думает хавк как так откуда она тут такое красивое кликает на рудник понимает что выкачано тонна золота эти золото добытчики постарались на все это знаете лучшие алтайские золото добытчики и хавк понимает что на руках у люцифера сейчас полно ресурсов ну бросая такой последний молоток отчаянная волхимика панда дышит снова мимо на пьяная понимаете я их не может попасть с карту прям как я в 18 лет ой отлично т.п. на молоток и минусом к все-таки застреливаю дестройеры хавк хавк расстраивается понимает что с одним пенсионером который еще и вызывает воду а эту воду постоянно отключают ему дестройеры вот каши не сваришь и хавк соответственно бежит не знаю куда бежит просто такой сейчас сел закрученился подпер подбородок ладонью и думать что же я сделал не так что где была допущена ошибка этот вопрос терзает и меня тоже я думаю ошибка была допущена в том что он не проводил контр-харас там отдал футменов помните на магазине очень не вовремя и потом зачем-то нанял второго героя вместо того чтобы там подрывниками взрывать андейду зекураты попытаться все-таки как-то выйти в танке и харасить 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 ну вот наверное здесь была основная ошибка хавк это все только что осознал и с чувством исполненного долга написал good game и вышел отличная игра поздравим люцифера с блистательной победой изумительный изумительная реализация панды ну и хавк достойно сражался и один раз даже эту панду несмотря на то что панда занесена юнеско в красную книгу животное редкое вымирающая хавк все-таки один раз ней конечно по голове молотком съездил с чем я его и поздравляю это был 39 выпуск с вами был бани вур и я напоминаю о том что у нас есть группа вконтакте в этой группе вконтакте много достойных людей мы там проводим время от времени конкурсы розыгрыша выкладываем естественно все выпуски пишем пишем новости связанные с проектом ну и еще у нас есть зал у нас есть два зала первое зал цитат в который каждый из вас может внести свои любимые цитаты из рубрики best replace какие-то изречения которые вам поднимали настроение в печали и кручины а второй зал зал богатых состоятельных успешных людей те кто поддержал нашу рубрику хотя бы раз туда попадают и самый самый респектабельный из них прямо сейчас на ваших экранах им особенная благодарность они живут в лучах славы олигархи нашей группы которые забронировали себе места вебе в зрительном зале на каждом выпуске best replace ну вот наверное вся информация на данный момент через пять минут не переключайтесь вас еще ждут новости спорта и прогноз погоды с вами был бани вур до свидания са здоровиться вам счастье царь до новых встреч